Обезглавленная сессия. Накануне городской совет Буча, это пригород Киева, заседал без мэра. И он, и его секретарь Василий Алексюк, отстранены от своих должностей в рамках масштабного дела о коррупции. Шатается кресло и под грандоначальником соседнего Ирпеня, Владимиром Корпюком. В чем подозревают мэров и какие перспективы у этих расследований, расскажут наши корреспонденты. Пригороды Киева, городки Буча и Ирпень. Земля здесь стоит миллионы. Десятилетиями здесь всем заправляли те же люди. Это Анатолий Федорук, мэр Буча и его ученик, ставший впоследствии главой соседнего Ирпеня, Владимир Корпюк. Люди очень небедные. В собственности у обоих гектары земли, квартиры в Украине и за рубежом. Схема их обогащения проста и действенна, объясняют местные активисты. За годы борьбы собрали уйму доказательств и документов. Земли из лесного фонда выводят и отдают якобы случайным гражданам под застройку. А после те через посредников передают право собственности в надежные руки. Является кахана дружина Федорука и кахана дружина Корплюка. Активист Виктор Бархулинка уже почти 15 лет препятствует разворовыванию земли в Ирпене и Буче. Примерно столько в Буче заправляет Федорук. Корплюк, ныне мэр Ирпеня, долгое время работал заместителем Федорука в Буче. За это время оба успели обзавестись нужными связями и наладить работу. До этого времени на нашей земле заработали все. Заработала, как и местная влада, а также заработали и посадовые областные прокуратуры, и местные прокуратуры, которые надавали криминальную крышу всем этим коррупционным схемам. То есть они отримывали и свои дивиденды в виде земельных делянок, в виде квартир. Ситуация изменилась только со смены руководства Генпрокуратуры. После того, как ведомство возглавил Юрий Луценко, подозрения в коррупции переявили обоим мэрам. Корплюку, который обосновался в кресле главы Ирпеня, пока удается удержаться. А вот под Федоруком трон все же зашатался. Его отстранили от должности. Но доказать вину Федорука в суде будет не так просто. Говорят юристы, скорее всего, дело все же затянется. Подобные дела являются одним из самых сложных. Это не воровство кошелька, когда вора задержались по личным. А служебные преступления – это все гораздо более сложно доказуемо. Впрочем, документов, подтверждающих причастность обоих мэров к коррупционным схемам, хватает. Есть они и у правоохранительных органов, и у местных активистов. Сможет ли Генпрокуратура довести дело матерых махинаторов до суда и приговора, зависит только от незангажированности следователей и твердой позиции ведомства. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности – телеканал «Интер». И уже в завтрашнем выпуске смотрите о том, как продвигается расследование по делу мэров Бучи и Ирпеня. Об этом сотрудники ГПУ расскажут нам в эксклюзивном интервью.